Аллилуйя, 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 слава Богу всемогущему, братья и сестры, всех приветствую вас, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа, слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Люди с детьми, вот помолимся за эту ситуацию, за тех, кто потерпел вот эту аварию сейчас, вот сообщение. Пришло вот здесь, вот на стене было опубликовано, вот, значит, и поэтому, что за ситуация, надо еще выяснить, вот, откуда информация-то, потому что очень много, к сожалению, в сети дезинформации. Поэтому я предлагаю сейчас пока доверять, но проверять, что за информация, пока примем решение, давайте такое, помолиться за эту ситуацию сейчас, за людей, что пострадали. Вот, за, сегодня молитва была за воскрешение одной женщины, вот, Анастасия. Вот, жду сообщение сейчас, что будет, я не знаю, правда, уже третий день сегодня, уже два дня молились за нее, мне буквально сообщили недавно, что есть у них понимание и вера в то, что она воскреснет. Вот, дай Боже, вот, я тоже присоединился к этой молитве, вот, и я объяснил братьям, что в моем служении были, значит, ситуации, когда я молился за воскрешение мертвых. Ну, в общем-то, об одном из этих случаев, который был в 2003 году, было как раз ДТП, вот, мне писали, значит, по этому поводу как раз, значит, и, в общем-то, вот, я рассказал вкратце, что были, да, в 2003 году первый был случай, когда, вот, было ДТП, я был в аварии, да, значит, и сбил подростка, школьника, старшеклассника, который пересекал дорогу, значит, там, из одного села в другой ехал, значит, на трассе, и Господь его воскресил, слава Богу, прямо там на дороге воскресил, а потом по дороге в больницу Господь его полностью исцелил, то есть полностью, абсолютно так, что даже не только новые все переломы заросли за каких-то, там, 10-15 минут, что везли его с места происшествия, там, в Королевецк, вот, а, значит, это было в Сульской области все. Но даже из лета старого перелома исчез, как потом выяснилось на вот этих снимках, которые делались в обед и потом уже ближе к вечеру. Вы знаете, конечно, и хирург, и врач скорой помощи, и другие врачи, они были в недоумении и говорили только лишь одно, это чертовщина какая-то, вот, и врач скорой помощи говорил, что это не была как бы галлюцинация массовая, потому что мы видели реально мальчика поломанного, раны несовместимые с жизнью, череп сзади как арбуз треснул, и там мозги были видны, а через 10 пеналов, это было перед погрузкой, что они видели. Они не видели воскресенье, они видели уже воскресшего мальчика, потому что я молился один, никого не было на дороге, чуть дальше была кафешка, и там они вызвали, значит, скорую помощь, милицию, вот, и я вам молился к Богу, вопил к Богу, Господь поднял этого мальчика, вот, но он был с ранами несовместимыми с жизнью, я не врач, но я понимал, что это очень серьезные раны, ну, когда мозги были видны уже, знаете ли, это же более чем серьезно, вот, значит, и когда приехала скорая помощь, они забрали этого пацана, и, значит, и сказал врач скорой помощи мне, бросил фразу такую, что мы его не довезем, что раны несовместимые с жизнью, что не довезем, но я понимал так, когда они уехали, я понимал так, что если Господь его сейчас воскресил на дороге, а чему я был свидетелем-то, то это значит, что он не умрет, значит, не его день точно, думаю, какой-никакой, думаю, он хоть поломанный, но живой, по крайней мере, вот, но каково же было потом мое удивление, и еще большее удивление медработников и полицейских всех, которые видели место происшествия, они не видели мальчика, они не видели, забирали его в больницу, они приехали потом, позже, но они видели место ДТП, они видели, что по всем милицейским этим приметам это летальный исход, значит, его транспортное средство, мотоцикл, там, не подлежавший восстановлению, мое транспортное средство, значит, там, две тонны на скорости, как бы мало не покажется, значит, там, и вот, где лежало тело, ну, милиционеры сказали однозначно, там, капитан милиции говорил Сергею Шкуру, что, ну, все, вот, ну, это, это мертвый уже, все, мертвец, но я объяснил, что увезли не в морг, вообще-то, а в реанимацию, но на этом милиционер сказал так, что это, говорит, ненадолго, вот, но потом эти милиционеры видели мальчика живого, здорового, абсолютно целого, вот, для них это было шок, это больно, был стресс, я сам, конечно, был в таком шоке, и, значит, и, знаете ли, как, один еврей говорил Иисусу, верю, Господи, помоги моему неверию, я тоже был в такой ситуации, знаете ли, вот, да, и Господь, да, после того ДТП полностью мальчика исцелил, и, как выяснилось, потом уже, и вечером это подтвердилось еще раз при снимках, дополнительных снимках, другими врачами уже, тех я уже не знал, что за врачи были, так вот, все подтвердилось, то есть, самые ихние, ну, фантастические, значит, предположения, все подтвердилось, как врач сказал еще и хирургу, это, говорит, очевидное, но невероятное, очевидно невероятное, вот, и действительно так, даже след от старого перелома, который был у этого мальчика когда-то, давно, то есть был перелом, он лежал в хирургии этой, вот, значит, и его выписали давно уже, он ходил в школу, гонял снова на мотоциклах, все у него зажило хорошо, но врач объяснял, кстати, скорой помощи врач-следователю в моем присутствии тогда же в кабинете, он сказал так, что как бы у него там не зажило первый раз там хорошо, но на снимке обязательно должен быть след от старого перелома, не бывает, говорит он, он сказал такие слова, да я это слышал сам лично просто, был в кабинете следователя, значит, что не бывает бесшумного срастания костей, он говорил, вот, и поэтому, значит, конечно, значит, и у милиционеров, и у врачей был такой стресс, я сам был в таком стрессе, знаете ли, вот, значит, и в ужасе таком, значит, и в благоговении таком, значит, в молитве такой перед Богом, и вообще в недоумении, что к чему это, что это такое, вот, поэтому, да, 2003 год для меня стал вот таким поворотным, уже 15 лет назад, даже больше, чем 15,5 лет назад все это произошло, вот, после этого были другие случаи воскрешения из мертвых, и также сверхъестественного срастания костей, значит, в частности, вот, в Харьковской области было, вот, сверхъестественное такое срастание костей в отделении, как называется, травматологии, что ли, вот, то есть больницы, отделения, там, значит, где лежат вот эти поломанные, с поломанными костями люди, помню, помню, травматология, вот, там были загипсованные руки, ноги, некоторые лежачие, с такими, ну, как бы, с тяжелыми случаями, другие ходячие, просто рука, допустим, значит, там, в гипсе была, там, вот, и это было вечером, в пятницу после семинаров, после служения всех семинаров, которые проводил я там в Изюме, там, другие города Харьковской области, и молились, я молился за, значит, этих людей, они молились в молитве покаяния, принимали все охотно, ну, там один был случай, там, как бы, один татарин стал, как бы, значит, там, перечить, что, вот, как бы, значит, я татарин, значит, там, вроде как не будет молиться, а я говорю, слушайте, я тоже татарин, а что, Бог не любит татар, разве? А он говорит, любит, конечно же, вот, я, видите, говорю, любит татар Господь, он всех любит, говорю, неважно, кто мы по национальности, я говорю, по матери тоже татарин, говорю, Ибрагимов по матери, вот, и поэтому, говорю, давайте помолимся вместе с вами и примем Иисуса Масиха, как личного Господа Спасителя и Целителя нашего, и он согласился и молился со мной тоже тогда, вот, а все остальные вообще, значит, очень так легко принимали, так хорошо принимали, радушно очень даже, вот, с чувством, так вот, значит, молились, там, слава Богу, принимали Слово Божье, вот, и уже в понедельник, после обеда, то есть, выходные я был у себя здесь, в Киеве, в церкви, значит, а уже в понедельник, когда врачи там делали обход в этой больнице, значит, то выяснилось, что всех надо выписывать, то есть, после обеда, в понедельник все были выписаны, все отделение было выписано, ну, не все, но все, кто присутствовал там на молитве не с домом, там осталось несколько человек, оказывается, больных, как потом выяснилось, остались, они с переломами остались, но это были люди, которые тогда, в пятницу, ну, они, до июля, они были там, как бы, но фактически, де-факто, их там не было, потому что были праздники, и по празднике они ушли, вот, себе домой, вот, поэтому, я тоже думаю, надо же, надо, очень важно порой быть на правильном месте, в правильное время, но вот, эти люди, у них все осталось на месте, переломы эти остались такие же, как были, вот, а те остальные, и в тяжелых формах, которые были, там, значит, там, лежачие, с такими этими всякими гипсами, вытяжками, там, всякими, там, растяжками, там, не знаю, как называется все это, но, ну, лежат на постели, такие, много гипса и всяких, там, этих приспособлений, значит, так вот, и легкие переломы, те, которые, там, с гипсами ходили, руки загипсованы, все были исцелены, вот, порядка сотни человек было исцелено, притом, самое интересное, это был самый удивительный случай в моей практике, в моем служении Господу, до сих пор необъяснимый, честно говоря, даже, у меня самого вопроса куча к Богу по этому поводу, потому что бывает, что молишься, допустим, кто-то исцеляется, кто-то не исцеляется, но вот такого, чтобы 100% все исцелились, у меня был вот только вот один случай, это в Харьковской области, вот, для меня это было очень запоминаемо, потому что это, как бы, значит, ну, поэтому из-за тех пострадавших, там, кто, Бог знает, кто пострадал, потом ДТП, давайте помолимся тоже, из-за всех, кто нуждается сейчас в исцелении, особенно, что касается костей, срастания костей, здесь, в Киеве, в госпиталях много, есть людей, которые лежат, значит, там, привезли с войны, с фронта привезли, там, поломанных тоже, значит, с переломами, вот, прямо сейчас прошу Господи, прикоснись, прикоснись и исцели Господь Божий во имя Иисуса Христа, этих болящих, Боже, прикоснись к этим гостям и тем пострадавшим в ДТП, значит, и тем солдатам, там, значит, там, что с передовой привезли Господь, вот, в эти дни были сообщения, Боже, Ты знаешь этих души, их души, Ты знаешь их сердца Господь, прикоснись к их телам Господь Божий и исцели их косточки Господь во имя Иисуса Христа, Боже, и всех нуждающихся в исцелении, прямо сейчас прикоснись Господь Божий во имя Иисуса Христа и исцели, Боже, всех страдающих, всех нуждающихся Господь Божий, потому что Ты подлинно в утешении всех нас и целитель наш Господь Божий, слава Тебе, Боже всемогущий. Давайте тоже и совершим причастие, тоже хлебопреломление, как раз именно рассуждая о теле и крови Христа. Для меня это архиважно, почему, как для христианина, потому что я рассуждаю о теле и крови Господа Иисуса Христа, рассуждаю о Его жертве, вообще эти дни я совершаю причастие здесь, пока в Киеве, у себя в церкви каждый день совершаю причастие, бывает и даже и не раз в день совершаю хлебопреломление. И сейчас хочу вместе с Вами преломить хлеб, у меня здесь виноградный сок есть, яблочный виноградный купил такой, садочек называется, ну ничего, иногда даже просто воды наливают даже, когда нет сока, вот, вот такая у простая мидия, подготовка, привет другие, очень довольно простая, она заключается вот в подготовке чаши к хлебопреломлению, вот, и хлеба, а хлеб у меня сегодня я, сегодня гамарджоба, друзья, приветствую всех, сегодня у меня грузинский лаваш, шотти называется, хлеб такой, шотти, вот, так что сегодня преломлю хлеб такой грузинский, очень люблю Грузию, часто вспоминаю поездки свои, вот, молюсь о предстоящей поездке в Грузию, Сакар Твайло, слава Богу, вот, и возьмите себе хлеба, какой у вас есть хлеб, налейте себе соку, что у вас есть, или даже просто воды, и поднимите бокалы во имя Господне, давайте поднимем наши бокалы во имя Господа Иисуса Христа, во имя Иисуса, и наш хлеб поднимем прямо сейчас, скажем так, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы, аминь. Слава тебе Боже наш, благословен ты Царь наш. Рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, сейчас это архиважно. И когда мы молимся, тем более молимся сейчас за исцеление больных, вообще даже за себя ли молюсь я, за кого ли молюсь, я всегда молюсь с верой в том, что Иисус Христос, мой Господь, мой Спаситель, Он взял на Себя немощи и болезни, и ранами Его я исцелен, кровью Его святой спасен, прощен, исцелен, освобожден, благоставлен всеми благословениями небес. Тело Христа, аминь. Кровь Христа, аминь. Слава Богу всемогущему, слава тебе Боже наш, слава тебе за исцеление Твое, благословение Твое. Аллилуйя. Тело Христово примите. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. 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 Слава тебе Боже наш. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое Господь. Ранами Твоими я исцелен. Давайте скажем это вместе, друзья, кто причащается сейчас, совершает причастие. Да, все, все, абсолютно все и каждый. Потому что Господь Он за всех, один за всех и всем из-за одного. Бог свою любовь доказал к нам так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог доказал Свою любовь, Он примирил Собой весь мир в крови Сына Своего Иисуса Христа. И ранами Его мы исцелены, благоставлены, спасены и благоставлены всеми благоставениями небес. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благостави Господь. Хлеб сей и чашу сию. Благостави Господь. Аминь. Тело Христа, кровь Христа. Рассуждаем о теле Христа и крови Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Мы с Тобой одна плоть, Господь, мы одно целое. Спасибо. Аминь. Вы исцеление души и тела. Аминь. Во исцеление души и тела. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за чудо Твое, за спасение Твое. Благодарю Тебя за жизнь Твою, которую Ты отдал за жизнь мира. Спасибо, Господь. Спасибо. Благодарю Тебя за тело Твое ломимое на Голгофском кресте, Господь Боже, за всех нас, за кровь Твою святую, пролитую на кресте, за всех нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Бог всемогущий. Ты отдал Свою кровушку за нас, Свою жизнь положил за нас, душу Свою отдал за нас. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебя. И ранами Твоими я исцелен. Ранами Твоими, милостью Твоею, прощен, благоставлен. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Это исцеление для нас, для душ наших, тел наших. Сегодня вечером, вот этим вечером святым, да, мы этой молитвой завершаем Господний праздник, вот, который вот эти два дня мы так вот в молитве, но первый день, вот вчерашний день собственно праздничный, это первый день седьмого месяца, вот, праздник Трубного Зова, Йон Труа, и вот там места из писания, как раз в самом начале обозначены, вот, от имени нашей киевской архипископии там подписаны, в самом начале, в самом, что как раз об этом празднике из Левит, 23 главы, а также из псалмов, 88-го псалма, что «Блажен народ, который знает этот Трубный Зов». Ну, там оригинально, буквально, в тексте оригинальным еврейском, именно народ блажен, который счастлив народ, блажен народ, который может трубить в эти трубы, который трубит в эти трубы, знает этот звук и издает этот звук, трубит в эти трубы, делает этот звук. Спасибо тебе, Господь. Это великая честь, Боже, действительно, и знать, и делать это, Господь. Спасибо Тебе, Боже, всемогущий. Благослови, Дай Царь наш. Аминь, 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 аминь. Спасибо, Боже, всемогущий. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю, и мы все Тебя благодарим. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. Аллилуйя. Исцеление. Прямо сейчас это происходит в наших судьбах, в нашей душе, в нашем теле, в наших телах. Аллилуйя. Исцеление от кожных заболеваний, исцеление от внутренних заболеваний. Болезни кости, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, происходит через святую кровь Агнца Божьего. Спасибо Тебе, Господь. Благословенный Царь наш, благословенный Господь, благословенный. Целитель наш, освободитель наш. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры. И вот этот праздник, праздник трубного зова, подлинно праздник такого пробуждения, духовного пробуждения. Праздник провозглашений. Что над всей землею один Господь, царь, маршиах. Как в той песне поется. Над землей лишь один Господь, Иисус Христос. Над землей лишь один Господь, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. Над всей планетой один Господь, над всеми народами, странами, континентами. Один Господь, Иисус Христос. Бог лишь один. Над всей вселенной Господь один. Иисус Христос для всех. В Его имени для нас спасение, Иисус Господь для всех. Аллилуйя. Над землей лишь один Господь, Иисус Христос. Над землей лишь один Господь, Иисус Христос. Аллилуйя. Да, когда Иисус уходил, но Он как бы и ушел, и не ушел. Ушел, вознесся в смысле, но вновь пришел тут же Духом Святым. И сегодня Духом Святым поселяется в наших сердцах, царствует в нас. И Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Я с вами во все дни до скончания века. Слава Ему за все. Аллилуйя. Благодарение Господу. И сегодня Он с нами, и во все дни. Он наш брат, наш царь, наш Господь, спаситель, целитель, освободитель. Слава Ему. Слава Иисусу Христу. Вновь и слава Богу Святому. Аминь. Да, слава Богу. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья. Дорогие друзья церковной реформации. Благоставляю всех верующих, разные конфессии, динаминации, стран, народов, континентов. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Всем святым и верным радоваться. И еще говорю, радоваться. Так что совершайте хлевопроломление. Чаще как можно. Рассуждая о теле и крови Иисуса Христа. Чтобы все эти огромнейшие благословения небес, они не проходили мимо нас. Потому я и говорю, давайте совершаем это хлевопроломление регулярно, постоянно. Завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь к трансляции утренней молитвы. С утренней молитвы я включаюсь в 6 утра. Если по вечерам стараюсь в 6 вечера. Завтра, кстати, не получится у меня быть там. Вечером я не буду здесь, но я буду в городе, в центре завтра получается. А уже послезавтра вечером буду вновь. Но по утрам, по утрам в 6 утра, даже если я занят в течение дня, то утром уж делаю включение точно. В 6 утра, поэтому подключайтесь на сайте, здесь на этом канале ютуба. Благословляй вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки нашего, а вы, папочки небесного, отца нашего, сущего на небесах. Досвятится имя его, и то придет его царство, да будет волей его. И здесь, на земле, и в наших судьбах, как на небесах у нас соглашается. Спасибо тебе, Господь. Благослови народ свой миром, великий виноградарь. Посети виноградник, насажденный твоей рукою, и благослови виноградский. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, с миром Божьим. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, общение Святаго Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архипископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью и благодатью, архиепископ Сергей Журавлев. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.